Всем привет! С вами Надежда. На моем канале страничка надежды. Сегодня у нас рубрика опять говорящая голова. Я отвечу на кое-какой комментарий, но отвечу просто потому, что увидела в этом комментарии потенциал интересного видео. Вообще человек, надо сказать, написал явно не из каких-то добрых побуждений, как бывает, но все же это подтолкнуло меня из этого лимона, который мне человек преподнес, чтобы я его попробовала и меня скривило от отвращения. Я хочу из этого лимона сделать лимонад. Я думаю, у нас получится. Хочу сразу сказать, что я призываю всех добрых, хороших моих зрителей, а их у меня большинство, призываю не обращать в этом комментарии внимания на конкретного этого человека, который написал этот комментарий. Потому что, ну действительно, нет плохих людей, есть люди, которым плохо. Давайте не будем обращать внимания на этого человека, которому плохо. Просто вникнем в суть и вместе попробуем из этого лимона, который гадкого, который человек принес, сделать лимонад. Итак, человек пишет. Если я правильно понимаю, Алексею исполнилось 18 лет. И так как он является гражданином Израиля, то должен отправляться на службу в армию в Израиль. Это одно. А второе. Вы теперь не являетесь многодетной мамой, одиночкой и, по всей видимости, должны освободить социальное жилье, живя почти 20 лет в Англии. Вы не удосужились получить английское гражданство. Отсюда теперь куча проблем. А так как мама приезжает срочно забрать свои вещи, вы переезжайте. А высшее образование в Англии платное, оно вам не по карману. Вот. Хочу сразу сказать, что от первого утверждения до последнего утверждения этого человека, это просто пальцем в небо и какой-то бред бредовый. Разберем. Если я правильно понимаю, Алексею исполнилось 17 лет. И так как он является гражданином Израиля, то должен отправляться на службу в армию в Израиль. Вот я хочу рассказать всем моим добрым зрителям, которые заходят на этот канал, чтобы узнать чего-нибудь новенькое, послушать. Пока там посуду моешь, там, не знаю, пельмени варишь или лепишь, такую болталку послушать. Так вот, рассказываю всем моим добрым зрителям о том, что Израиль не та страна, которая будет своих граждан со всего мира вытаскивать и заставлять служить в армии. И как это делает одна сейчас страна, которая у всех на слуху. В Израиле такое правило, что если ты не резидент страны, ну, то есть не живешь в Израиле, то ты не обязан служить. Поэтому тебе выдается документ, подтверждающий твое, как это сказать, твой статус, твой военный статус. Вот, вот так вот. И ты не обязан служить. Так что пальцем в небо. Следующее утверждение. Вы теперь не являетесь многодетной мамой-одиночкой и, по всей видимости, должны освободить социальное жилье. В Англии вообще, в Британии нет такого юридического понятия, как многодетная мама. То есть многодетной маме не доплачивают чего-то там экстра. У нее нету какого-то льготного проезда или каких-то льгот, там, не знаю, каких-то талонов или каких-то поблажек. Такое вообще нет понятия многодетная мама. Многодетной маме не выдают социальные дома государственные. У них нет никаких привилегий вообще. Вообще социальный дом выдается тому, кому он нужен, независимо от количества детей. Поэтому я никогда и не была многодетной мамой в Англии. Такого статуса вообще нет. Ни юридического, ни практического. Нету такого статуса. И дом выдают социальный тому, кому нужно. Кстати, про дом государственный, который государство дает нуждающимся. Из него никто вас никогда не выгонит. Не важно, сколько вашим детям лет. Даже если они все выросли и все выехали из дома и больше не живут в этом доме. Твой этот государственный дом, он остается за тобой, пока ты за него платишь. Да, государство не дает бесплатно дом. Как мне иногда пишут в комментариях, вот, типа, ей дали бесплатно дом в Англии. Ну, как бы, за него платить надо. Да, сумма чуть-чуть ниже, чем на рынке, на сдачу дома такие же по комнатам, да, по размеру приблизительно. Да, такой же дом будет, если ты будешь его снимать у частного человека, то он будет немножечко дороже. То есть у государства снимать дешевле. Есть еще разные плюсы снимать у государства. Ну, мы не будем сейчас о ней говорить. В общем, дом никто не забирает, если дети вырастают. Пальцем в небо. Человек написал. Дальше. Живя почти 20 лет в Англии, вы не удосужились получить английское гражданство. Отсюда теперь куча проблем. Дальше тут еще в комментариях человек писал о том, что меня депортируют. Что меня вот сейчас депортируют. Я, главное, не знала об этом. Хорошо, что вот человек написал, хоть я буду знать. Пишет она, этот же человек пишет, что ордер о депортации может быть выдан министром внутренних дел Великобритании любому лицу, не являющимся гражданином Великобритании. Оснований множества. С чего меня должны депортировать? Не знаю. Может, там просто психушку провели интернет. Ну, как это вообще бред. Вот просто с потолка. С потолка решили, что меня почему-то будут депортировать. Вообще, почему должен депортировать человека, если у тебя есть вид на жительство, дети британцы. Ну, с чего тебя должны депортировать? Неясно. Я не знаю ни одного случая, чтобы человека на ровном месте, вот он жил-жил, и вдруг его постучали, сдепортировали, а детей куда? Ну, британских. Какой-то бред. Ну, в общем, я не знаю, о чем человек пишет. Я даже не то, что о чем пишет, а чем он руководствуется. Откуда такая бурная фантазия? А так как мама приезжает срочно забрать свои вещи, вы переезжаете. То есть, потом как мама приезжает, я переезжаю. Или я переезжаю, поэтому мама забирает вещи. Ну, я не поняла. Дальше человек пишет, что образование в Англии платное, вам оно не по карману. Ну, я уже насчет образования записывала видео, рассказывала вам о том, что образование платное, и оно никому не по карману в Британии. Абсолютно все берут деньги в долг у государства. Беспроцентный такой вот кредит, не знаю, как его назвать, который человек начинает выплачивать только когда он закончил учиться. И только если он начал зарабатывать в год, там, я сейчас не помню, тысяча восемнадцать или двадцать, или двадцать пять, не знаю точно. Как только он начинает зарабатывать эти деньги, он начинает отдавать кредит. Вот этот беспроцентный. А так никому образование высшее не по карману. Но есть другая дорога, по которой все ходят, все, кто хочет получить высшее образование, кому оно нужно. Потому что оно же не всем нужно, это образование высшее. Кто хочет, выбрал какую-то профессию, где оно нужно, он идет в университет. А если оно не нужно, то зачем в университет идти? Просто я не могу понять вот эту вот психологию некоторых людей, которые высшее образование, это как, ну, ты обязан получить высшее образование. Если ты его не получил, ты вообще недочеловек. Я вот не могу понять, как так получается, почему в Британии это не так. Кому нужно высшее образование, он получает, а кому не нужно, не получает. И он не какой-то человек второго сорта, и абсолютно не знает, что он не будет там деньги зарабатывать, или там не сможет чего-то добиться. То есть высшее образование ничего не гарантирует. Просто есть такие профессии, где ты не сможешь работать без высшего образования. Вот. Вот такое вот у меня сегодня видео. Я ответила на этот комментарий, рассказала вам немножечко. Я думаю, вам было интересно, в принципе. Пишите, интересно, не интересно. Задавайте вопросы. Также подписывайтесь на Дзен. Проходите. Ссылка будет в первом прикрепленном комментарии и в описании под этим видео. Потому что никогда неизвестно, кого, когда закроют, поговаривают, что стали закрывать русскоговорящие каналы. Не знаю, по каким причинам. Вернее, подозреваю, но не будем сейчас развивать эту тему. В общем, подписывайтесь, дабы нам не потеряться. Если вдруг мы с вами потеряемся, ищите меня в Дзене. У меня также канал называется Страничка Надежды. Ну, или заранее подпишитесь, чтобы нам не потеряться. Вот. Так что все проходите по ссылке. Хочу также сказать всем огромное спасибо за добрые слова, за поддержку. За, ну, просто за теплоту, которую вы передаете в комментариях. Она, на самом деле, эта теплота, эти комментарии, эта поддержка, она дорогого стоит лично для меня. И это действительно настоящая поддержка. Огромное вам спасибо, что вы есть, что вы меня смотрите, что вы досмотрели до этой минуты. Ну, и всем пока. С вами была Надежда. Увидимся в следующей серии этого сериала под названием «Жизнь». Надеюсь, вам было интересно. Всем пока. До новых встреч.